Добро пожаловать на наш канал! Вместе с документами Лара получает старинную японскую головоломку, которая дает ей надежду, что отец еще жив, и она немедленно отправляется на его поиски. Слухи о перезапуске франшизы о похождениях расхитительницы гробниц Ларри Крофт появились еще в 2013 году. Студия Paramount пошла на вынужденные меры, такие как продажа прав на игру и экранизацию торговой марки Tom Prider. Причиной тому послужил провал фильма Лара Крофт 2 «Колыбель жизни», вышедшего в 2003 году. Именно после этого события Анжелина Джоли объявила, что больше не вернется к исполнению этой роли. И теперь перед студией MGM, купившей права и создателями фильмов, стала серьезная задача. Как перезапустить вселенную Лары Крофт так, чтобы не растерять армию поклонников фильмов с участием Джоли и привлечь новую аудиторию, но уже с новой актрисой? На главную роль рассматривались исключительно состоявшиеся актрисы, такие как Дэйзи Ридли, Эмилия Кларк, Сирша Ронан и даже Кара де Лавинь. Но досталась она шведская актрисе Алисии Викандер. И даже несмотря на то, что такой выбор расколол поклонников героини на два лагеря, он отлично вписался в новую концепцию. Дело в том, что как и в компьютерной игре с одноименным названием, вышедшей в том же 2013 году, сюжет, как и сама Лара Крофт, претерпели серьезные изменения. Героиню сделали менее раскрепощенной, а сюжет, скажем так, повзрослел. В новой интерпретации Леди Крофт вовсе не супергероиня. Ее ловкость и сила, результаты тренировок, расчетливость и сообразительность следствия теоретических занятий. Кто-то из зарубежных критиков пытался уличить ленту в плагиате, проведя параллель между Ларой и ее отцом и знаменитым археологом Дианой Джонсом и его отцом. Приведя в пример несколько практически полностью скопированных фраз и диалогов, я во время просмотра ничего подобного не заметил. Хотя считаю сходство проектов неудивительным, суть-то происходящего примерно одинаковая. Главным достоинством этого фильма, я считаю, сведение к минимуму ненужных и скучных диалогов, буквально с самых первых минут картина погружает в безумный экшен, который прекрасно дополнен качественными спецэффектами и не отпускает до самого конца. Нарежский режиссер Роар Утхау представил в фильме все, что нравится современному зрителю. Траки, приключения, перестрелки и невероятная природа Южной Африки. А сейчас я предлагаю вам ознакомиться с трейлерами фильмов, которые сегодня стартуют в югорском кинопрокате. Кролики! Бежим! Это земля наших предков. Мы все должны объединиться. Бенджамин! Не угадал! Кролики – удивительные создания. Вы их полюбите. Надо было видеть! Прямо бам-бам-бам-бам! Поехали! Вот как спасаем мир! Вам стоит на это взглянуть. Крупненький попался. Почарим эту тварь! Тихоокеанский рубеж 2 Если вы не согласны со мной и хотите обсудить новые фильмы, оставляйте свои сообщения на страницах программы «С 7 до 10» в социальных сетях. Всем приятного просмотра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!